Маргарита Яковенко – жительница Уссурийска, которая уже ощутила на себе эффективность новой помощи от государства – социального контракта. Это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума. Финансист по образованию работала на одном из предприятий города в течение пяти лет. Место было декретное, поэтому, когда специалист вышел из отпуска, Маргарите в вакансии не нашлось. В течение года девушка стояла на учете по безработице в центре занятости населения, но безрезультатно. При этом на плечах Маргариты лежит забота о больной маме, которая перенесла один инсульт и два инфаркта. Для поддержания здоровья родственнице необходимы дорогие лекарства, аналогов которым в России нет. Когда отчаяние настигло семью, им неожиданно позвонили. Мне пришел звонок с отдела соцзащиты, пригласили на беседу. Я пришла, то есть мне сотрудники соцзащиты объяснили, что сейчас существует такая программа. То есть в этой программе было три направления, скажем так. Мы выбрали с сотрудниками то направление, которое было для меня наиболее оптимальным и решаемым. После чего мне сказали, что если я заключаю социальный контракт, я должна выполнить определенные условия. В моем случае это был поиск работы. После заключения социального контракта Маргарите дали месяц на поиск работы, с чем девушка успешно справилась. И теперь наряду с основным доходом семья на семь месяцев обеспечена дополнительными средствами в размере величины прожиточного минимума. В нашем регионе это 13 963 рубля. По условиям о трате средств необходимо предоставить отчет. В зависимости от направления. Если это трудная жизненная ситуация, конечно же это чеки. Может быть какие-то предметы первой необходимости, в чем он нуждается. Где-то может быть это бытовая техника или мебель, допустим, отсутствует кроватка, спальное место у ребенка. То есть если в программе социальной адаптации прописано, именно этот предмет прописан, вот за этот предмет он и должен отчитаться чеками. Поиск работы – это одно из направлений для заключения социального контракта. Также по этой программе можно пройти профобучение. По условиям оно не должно превышать трех месяцев и стоимости в 30 тысяч рублей. Гражданин также должен трудоустроиться за определенный срок и на время обучения участнику будут выплачивать, так сказать, стипендию в размере прожиточного минимума. Открыть свое дело также можно. В этом случае государство готово предоставить до 250 тысяч рублей для оплаты товаров и услуг, которые нужны для нового бизнеса. Всю необходимую информацию готовы предоставить по номеру единой линии 8 800 302 21 45 и напрямую специалист в Уссурийске. 8 42 34 26 54 25. Марина Роман, Алексей Шаповалов, Телемикс.